Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Пока биткоин прорывался выше 31 тысячи долларов, я уже третий день подряд работаю над одним огромным видеороликом. Но только что произошло нечто, что заставило меня отложить эту работу и начать запись абсолютно незапланированного видео, даже без подготовленного сценария. Мы знаем, что крупнейшие управляющие активами в мире предоставили комиссии по ценным бумагам и биржам США заявки на запуск спотового биткоин ETF. Конечно, они находятся в постоянном контакте с Гарри Генслером и не один раз уже изменяли свои заявки по требованию регулятора. И в последнем из таких изменений заявка от iShares получила номер QSIP, если я правильно читаю. Что это за номер? Это номер, который получают запущенные финансовые инструменты, в основном акции, на североамериканском континенте. То есть заявка на запуск спотового биткоин ETF от iShares уже получила финансовый цифровой код. Это же просто вау. Но дальше еще вкуснее. Вот что еще привлекло мое внимание в последней поправке iShares. В ней почему-то скрыты точные даты, но здесь говорится о том, что в октябре 2023 года начнется то, что называется seed capital. То есть пассивное финансирование. Что это такое? Это раунд финансирования для поддержки запуска продукта и его внедрения на рынок. Кроме iShares и в недавней поправке в заявке на запуск спотового биткоин ETF от BlackRock, написано о пассивном финансировании этого биржевого продукта в октябре 2023. То есть прямо сейчас. Пассивное финансирование для ETF – это когда первоначальное финансирование предоставляется обычно банкам или брокерам-дилерам, а в нашем случае управляющим активами BlackRock, iShares, Fidelity и другими. Это финансирование предоставляется на покупку нескольких единиц созданий, которые называют creation units. Собственно говоря, creation units или единица создания – это уже равноценная акция ETF. В случае спотового биткоин ETF – это биткоины физические. Итого, в октябре 2023 крупнейшие управляющие активами BlackRock, iShares, Fidelity, VanEck и другие дедлайны заявок, которых ты видишь у себя на экране, в рамках так называемого пассивного финансирования покупают creation units, то есть физические биткоины. Возможно, именно это и способствует его росту в последние дни. Кстати говоря, если бы ты был подписан на мой новостной телеграм-канал, ты бы увидел это быстрее. Поэтому подпишись. Ссылка в прикрепленном комментарии. Очень уж хочется 10 тысяч подписчиков. Однако стоит отметить, что обычно для запуска ETF не требуется куча денег. Так что да, они покупают, но явно не тонны биткоинов. Поэтому не стоит это воспринимать так, как будто бы BlackRock выкупает миллионы биткоинов прямо сейчас. Но происходящее событие, конечно, показывает нам, что совершен еще один шаг по направлению к запуску биткоин ETF. Ну а теперь я хочу рассказать тебе о возможном сценарии для цены биткоина в ближайшие 100-180 дней. Это скидка на биткоин продукт от Grayscale. Чем она больше, тем ниже спрос инвесторов. Если же GBTC и вовсе торгуется с премией, то спрос зашкаливает. Процесс уменьшения этой скидки означает процесс роста спроса на биткоин. Так вот, скидка на GBTC, биткоин продукт от Grayscale, значительно сократилась. С минус 50% в июне до минус 10% сейчас. Поскольку надежды на запуск биткоин ETF продолжают расти. Также инвесторы верят, что биткоин траст Grayscale будет преобразован в спотовый биткоин ETF. И вот здесь скрывается очень интересный подвох. После выигрыша Grayscale в суде против SEC, что стало фактически разрешением на преобразование биткоин траста GPTC в спотовый биткоин ETF, инвесторы Grayscale бросились выкупать GPTC с огромными скидками. Начиная от минус 50% от рыночной цены биткоина. Раскупают так активно, что сейчас скидка составляет уже 11%, а не 50%. И я просто хочу задать один вопрос. Учитывая то, о чем мы говорили в начале, шансы на преобразование Grayscale GPTC в спотовый биткоин ETF тоже значительно выросли. Что же будут делать инвесторы Grayscale, которые покупали GPTC со скидкой от минус 50% до уже 11% после того, как биткоин траст будет преобразован в спотовый ETF. Например, рыночная цена биткоина составляла 18 тысяч долларов, но инвестор купил его с дисконтом в 50% за 9 тысяч долларов. А на момент разрешения SEC на преобразование GPTC в спотовый биткоин ETF цена биткоина будет, например, 40 тысяч долларов. То есть доход будет около 344%. Зафиксирует ли этот инвестор свою прибыль? А у Grayscale на минуточку 643 572 биткоина. Призрак того самого финального краха цены биткоина перед тем, как перейти к настоящему булрану с достижением нового исторического пика. Очень похоже на то. Все зависит только от инвесторов Grayscale. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся завтра в большом видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»